МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАСТАВКА Под обязанности в материале Дмитрия Котова. Жихарка поселка Забияка Гомельского района Лидия Дедикова звертается на конт-межа у своего земельного участка. В 2015 году женщина вырошила его приватизовать. Однако после проведения всех необходимых процедур высветлилось, что площадка 20 соток за мест, чекаемых 25-ти. Женщина скарбится на соседку. Небыто по ее вине были порушены земельные межи. Губернатор обязан разобраться. Прас полторы ты дней он выйдет непосредственно на место разом с представниками местовой улады и земельной службы. На приеме вознимается и питание будовництва жилья. Валентина Архипова с Будокошелевского района приходится до старшиня Балвы Конкама с просьбой, допомогать унуку. Той пыльный час стоит у Чарзена жилье. И вот, когда она подошла, банк пропоновал унести 14 тысяч рублей. Однако таких сродков нема. Тогда знакомые пора или звернуться за пазыкой у сельско-господаршего предприемства, где працует молодой человек. Ситуацию администрации неодноразово обмерковывали. Отримливается, что мужчине может просто не хапить заработные платы, как выплачивать долги банку и предприемству, и при этом еще забеспечивать семью. Кончатковое решение, пока не принято. Губернатор означал, что необходимо подтримливать молодые кадры и вельми уважливо выучить даденное питание, когда отримается оказать допомогу. Давайте мы по этому вопросу подумаем более детально. Вы с банком свяжетесь по расчетам, сколько он должен будет каждый месяц платить. И мы потом по зарплате посмотрим. Молодых надо поддерживать. Гомельшанка Ирина Кучвальская пришла одразу с некалькими пропоновами. На ее думку, необходимы незалежные институты, которые будут комплексно вылучшать проблемы у разливых категорий насильства – детей, инвалидов, пожилых людей. Я провожу исследования и сравниваю работу исполнительной. Власти должна сказать, что вот есть такой механизм обращения. У нас хорошее законодательство об обращениях, он эффективно работает. Приемы. Я вот использую этот механизм и добиваюсь. Я удовлетворена. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать, потому что у меня там целый ряд есть инициатив. Так само на приеме прогучали пытание будовництва детишей поликлиники в Новобелецком районе и обновление асфальтного покрытия по межвездкам Грабовка и Маковье Гомельского района. Звороты, взятые на контроль губернатора. По завершении приема старшиня областного отделения союза письменников Беларуси Владимир Гаврылович поддяковал за поддержку проводимых в регионе фестивалях и отзначил, что все лета большая колькость мероприемствов будет присвечена юбилею народных письменников Беларуси Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Утымлику фестиваль «Шитай Гомель», який запланованы на май. Дмитрий Котов, Валерия Гапанько, отеля радиокомпания «Гомель». Не глядячи на тое, что температура за вакном протягивает опускаться, в регионе распочалась подрыхтовка до посевной. Аграры закупляют удобрения, а в майстернях ремонтуют полевую технику. Марина Северянова побывала на химическом заводе и у «Гомель» был агрокомплекте, как доведаться, как там рыхтуются до сельскох господарших агоду. В осюгиты грузовик насыпают удобрения для палетков Минщины. Машины подъезжаются одна за одной. Аграры добрые разумеют, что если до хлеба относятся с хлопотом, то она отплотит добрым уроджая. А после года 5 господарки все больше активно закупляют необходимые для уродливости палетки химичные элементы. Белорусские аграры набывают переважно аммофосы и суперфосфаты. Замежные, яшие и азотно-фосфорно-калийные удобрения. Летость на внешне внутренней рынке была продадена рекордные миллион тонн продукции, когда 700 тысяч тонн отправили за межы краины. Остатние – у белорусские регионы. В уголе рост экспорта за последние 5 годов склал около 30%, а вытворчность продукции взросла на 20%. Радует еще тот факт, что у нас за последние годы, в принципе, последние 5 лет стабильный рост идет поставок на внутренний рынок. Но это прежде всего плодородие почвы, оно обеспечивает и продовольственную безопасность страны. Что касается экспорта, расширяем, постоянно расширяем ассортимент, то есть количество марок, поставляемых на экспорт, дифферсифицируем по странам. То есть за прошлый год более чем в 17 стран осуществлялись поставки. Едем у агрогородок Яромина на Гомль-Абл-Агрокомплект. Для первого заковика майстри повинны адрамонтовать усю неосправную сельгазтехнику, якую доставили господарки регионам. Свои черги чекают свыше 30-ти одинок. Я еще один на керунок деяностей, который появился тут 3 года тому, сборка агрегатов для продажи на другом рынке. Вот этот трактор МТЗ-3022 восстановлен нашими специалистами на вторичный рынок. То есть мы выкупили узлы агрегаты, отработавшие в хозяйствах, восстановили его, состояние его аналогично новому. Причем гарантия еще один год. Значит, цена восстановительного работ по этому трактору 120 тысяч. Ну, 120 тысяч для сравнения это 45% стоимости нового. Новый стоит 310-315 тысяч. Куда отправиться и когда этот трактор? Этот трактор будет отправлен с наступлением положительных температур. Мы его отправляем в Рогачевский район Заболочь. Кабрамонты и обслуговывания агрегатов были якостными. Для специалистов проводят навучание в формате видеоконференции. А еще селета предприемства презентует новый вид работ. В допомогу аграриям тут створят механизованный отрат по внесенню минеральных удобрений. Для этого доиснующие не были додатковую технику. Механизованный отрат станет саправдным выратованием для господарок, которые не будут поспевать справляться с полными полевыми работами в необходимые термины. Все решают технологические сроки. Технологические сроки внесения, обработки. Это, конечно, влияет на урожай. То есть, получается, если кто-то не будет справляться успевать, обращаются к вам, вы выезжаете с техники? Да, конечно. Конечно, многим не хватает техники, не справляются и наши сельхозхимии, которые у нас имеются. Техника устарела, все. Ну, у нас нашлася возможность, ситуация для приобретения этих машин. Я думаю, что это будет хорошая подспорь в нашем регионе, здесь, Гомельщины, чтобы оказать такую услугу. У планах разведки ОГТГН керунку. Для чего набудут и другие виды сельхозтехники. Пока же самое важное, да вясни, адрамонтировать усі агрегаты, которые находятся у майстернях предприятий. Марина Северьянова, Игорь Маришенко, Телерадо, компания «Гомель». С первого студента я уступил в силу указ президента Беларуси номер 171 на абсоциальной поддержке особных категорий граждан. Сгоднозимы, смены по пенсиях чекают шмодетных мать и людей с инвалидностью. Так, для женщин, которые народили и выгодовали четырех и больше детей, минимальный працованный стаж изнижен из 18 до 10 годов. Для людей, які мають инвалидность не меньше за 21 год, стаж так само скорочено до 5 працовных годов. Но в ОВИАДе не з'явились и для работников с неополным страховым стажем. Многие граждане, те, которые не могли выработать необходимый минимальный трудовой стаж, который требуется для назначения пенсии, вот эти 18 лет, о которых я говорила, но имеют этот страховой стаж, но меньшей продолжительности. Такая категория людей по достижении возраста 60 лет, женщин и мужчины 65, имели право на получение социальной пенсии. Сейчас вместо социальной пенсии они имеют право получать пенсию при неполном стаже, будет учитываться этот стаж работы. Требование не менее 10 лет страхового стажа, сплата износов в Государственный бюджетный фонд социальной защиты населения. С первого студия в Беларуси повеличены пенсийные узрости для мужчин, зараз и он складая 62 с половой года, для женщин 57 с половой. Минимальный страховый стаж, необходимый для отрывания прационной пенсии, складая 18 годов. А кроме того, с 1 лютого повысились минимальные прационные и социальные пенсии. Это связано с повеличением бюджету прожиточного минимума, который изменяет сразу в квартал. С уликами этого средняя прационная пенсия в Гомельской области склала 499 рублев. До 100 года с дня народжения народного письменника Беларуси и нашего знакомитого земляка Ивана Шамякина во всех библиотеках региона пройшли тематичные выставы и литературные встречи. А наша телерадиокампания подрихтовала специальный выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Его авторы знали новые, цикавые факты с биографией беларусского классика. Подробности расскажет Ганна Коральчук. С того года тому на Добрыжской земле увез Цикарма у семьи лесника Петра Шамякина з'явился на свет хлопчик Иван. Его молитву пройшлось род краеведов беларусского Проднепровья. Далее на его життю припала Великая Чинная война. И он воевал супросьфашизму с 1 года опошнега дня. И не выпадково заявил об себе минавито як аутр творов на военную тему. Або всем этим разговаривали автор ведущая программы «Добрый вечер, Гомель» Олена Троценко и ее гости. Середых, до речи, человек, который особо ведал Шамякина. Его племенник Михаил Калинин. Еще в гримерном покое он показывает всем фотографию из особистого архива и книги Шамякина здоровыми подписами. Не глядя на то, что померл Иван Петрович только 16 лет тому, многие факты из его зятинства и юнацства до этого выкликают пытания. К тому при подрыхтовце сценария пришлось проводить журналистское расследование и звертаться за допомогой до историка Юрия Панкова. Докладно мы доведалися, в каком техникуме учился Иван Петрович Шамякин. Бо все интернет-крыницы подают учился, скончил Гомельский техникум будовничных материалов. Нема такого техникума, шукала, шмат где. Это индустриально-будовничный техникум. Будинок захавался, однако вядома, что у него уже нема никакого техникума. Это тут неподалеку на Кирове, и там ранее было, ну, кто памятает, в училище речников. А еще творы Шамякина вельми любят сценаристы. Шмат за их перетворились, а у киностушки, знятые не только в Минску, а и в Москве. Чому? Верогодно тому, что там было все. От каханья, обычных житевых сварок до войны. За 60 годов творчого шляха у свет вышли 130 книг Шамякина агульным таражом с выше 25 миллионов экземпляров. Среди их романы «Крыницы», «Серце на долонне», «Глибокая плынь», «Возьму твой боль» и «Пентология тревожная шастя». У меня, во-первых, все романы Шамякина в моей библиотеке стоят. Гетоголовная, гетоголовная. Все, конечно, я перечитал. Половина из них с автографами, но часть автографов я подарил библиотеки имени Герцена, музея автографа. Роман «Зенит» с автографом подарил областной библиотеке, но немножко и себе оставил. Убачить выпуск программы «Добрый вечер, Гомель», присвеченный Ивану Шамякину, можно на сайте телерадиокомпании «Гомель» и официальном ютуб-канале. А завтра у прямым эфиру в 19.20 хвилин глядите еще один юбилейный выпуск. И он будет присвечен с того дзю еще одного выбитного письменника «Гомельщины» Ивана Мележа. Ганна Коральчук, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель». Гэта и иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершено. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скентіян. Здравствуйте. В Мозоре молодой человек преследовал пятиклассницу. Камеры видеонаблюдения установили, как парень следовал за школьницей в районе ресторана «Терем». Затем он зашел с ней в подъезд дома. В лифте начал вести себя неадекватно, чем напугал ребенка. К счастью, двери лифта не успели закрыться, и девочка вовремя из него выскочила. После того, как она рассказала о случившемся родителям, те обратились в милицию. Благодаря материалам с камер наблюдения молодого человека нашли в кратчайшие сроки. Проводится проверка. Продолжаются поиски двух мужчин, жителей деревни Снядин Петриковского района, которые 31 января провалились под лед, переходя реку Припять. В поисках участвуют спасатели МЧС и маневрена поисковая группа Гомельской областной организации «Освод». Специалистов обеспечили дополнительной техникой и оборудованием. Напомним, около паромной переправы мужчины переходили реку Припять, следуя домой. Автомобильным транспортом пришлось бы объезжать более 100 километров. Предполагается, что они вышли на тонкий лед, который подмыло с обратной стороны и вместе провалились в воду. Поиски не прекращаются ни на минуту. Глубина в реке на этом участке достигает 12 метров. Работы усложняются из-за тонкого льда и быстрого течения. Группировка спасателей постоянно усиливается. В настоящее время из Минска выдвигается группа водолазов республиканского отряда спецназначения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Четвертый день продолжаются поисковые работы. При проведении работы используется аэролодка «Пирания». Не утихают поисковые работы и в Речицком районе. На старом русле реки Днепр, около деревни Красный мост, под лед провалился рыбак. Водолазы нашли его вещи, однако тело до сих пор не обнаружено. ДТП в Гомельском районе. Снова наезд на пешехода. 50-летний водитель автомобиля «Пежо 806» двигался по дороге подъезд к городу Гомель от автодороги М10. На 32-м километре он сбил 43-летнего мужчину, переходившего проезжую часть, по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами потерпевшего доставили в областную больницу. После оказания помощи его отпустили домой. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям. При проезде пешеходных переходов необходимо быть максимально внимательным и сосредоточенным. Не забывать, что на пешеходном переходе преимущество имеет пешеход, и вы обязаны его предоставить. Пешеходам также не стоит забывать о том, что прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода, а именно посмотреть по сторонам и убедиться в том, что водители остановились и предоставляют вам преимущество в движении. В Гомельском районе похитили 16 тонн зерна на сумму почти 5000 рублей. Сотрудники ОБЭБ Гомельского ОВД выявили факт кражи, а также установили личности преступников. Ими оказались тракторист и водитель комбайна, работники местного агрокомбината. Обоим 33 года. Один намолачивал урожай, второй увозил его в заранее подготовленное место. Продавали зерно знакомому предпринимателю. Ущерб, причиненный государству, оценивается почти в 184 базовой величины. ОВД администрации Центрального района Гомеля устанавливает личность мужчины. Вечером 17 января в кафе по улице Рогачевской он нанес телесное повреждение другому гражданину. Если вы узнали мужчину или владеете какой-либо информацией по данному факту, просим сообщить по телефонам, указанным на экране. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский Металлург продолжает погоню за Динамо Молодечно в экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси. В мощном поединке Столевары обыграли конкурента в борьбе за четвертую строчку в турнирной таблице. Матч проходил в Молодечно. На экваторе второго периода спад вывел гостей вперед. Чтобы увезти домой полноценных три очка, Столеварам не хватило буквально одного мгновения. В самой концовке третьего периода жлобинчане остались втроем против пятерки динамовцев. Хозяева выжили из большинства максимум. За секунду до сирены Суворов переправил шайбу ворота Металлурга. В овертайме Столевары выстояли в меньшинстве и дело дошло до булитов. Удача была на стороне гостей. Теперь от Динамо, идущего на четвертом месте, Металлург отделяет 7 очков. Гомель дома проиграл Неману. К окончанию первого периода Гродницкая команда была впереди 2-0. Авторы Шайб Волков и Дюбиньский. Меженников во втором периоде немного подтянул Рысей в счете. Точку в поединке на 50-й минуте поставил Степанов. 3-1 победа Немана. Гомель на третьем месте в турнирной таблице. 4 февраля болельщиков ждет очередной эпизод Полесского дерби. Рыси и Столевары встречаются в Жлобине. Начало матча в 18.45. Славия продолжит подготовку к новому сезону в Бресте. Команда отправилась туда на двухнедельный сбор. За это время футбольный клуб из Мозыря проведет товарищеский матч против местного Динамо. Встреча запланирована на 5 февраля. Также мазыряне сыграют в традиционном турнире Винтеркап. Участие в нем примут клубы из Белоруссии, Нигерии и Кот-де-Вуара. На сбор вместе с командой отправился и новичок Андрей Ольшанник. Защитник заключил трудовое соглашение с клубом. Кадровые новости пришли из Стана Гомеля. Новое соглашение сроком на один год с клубом подписал Павел Чикида. Защитник в минувшем чемпионате провел за зелено-белых 23 матча и отдал одну голевую передачу. Сборная Гомельской области выиграла командный зачет первенства Белоруссии по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Турнир проходил в Минске. На высшую ступень пьедестала почета первенства поднимались Александра Коновалова, Ксения Коробут, Анастасия Семенова, Павел Воронов и Дмитрий Мельников. Кроме того, представителями нашего региона завоевана одна серебряная и семь бронзовых наград. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры подогнал «Симон»!